Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите четвертую серию проекта газобаллонного оборудования. В этой серии я отвечу на ваши комментарии, на самые часто задаваемые вопросы. Постараюсь развеять несколько мифов, и в этом мне помогут люди, эксперты и те, кто занимается газом всю свою жизнь. Очень часто пишут, газ это бомба в багажнике, газ сушит клапана. А как же ездить без опаски? Да вы что, дураки, в 2019 году газ это невыгодно. Электричество, электрокары, Тесла, за ними будущее. В общем, давайте обо всем по порядку разбираться. Этот ролик у нас будет разбит на части. На часть вопросов отвечу я как владелец автомобиля на газу. На другую часть вопросов мы будем перемещаться во времени и общаться с людьми, которые разбираются в этом больше, детальнее и более грамотно в этом вопросе. Я должен сделать некоторое пояснение. Вообще, по идее, четвертая серия у нас должна была быть замером автомобиля. Мы хотели загнать его на стенд, посмотреть, какую мощность он покажет на газу, на бензине. После этого отправиться на прямой участок дороги на трассе, сделать замеры по прибору, посмотреть, на что машина способна и самое главное понять, сколько же по мощности автомобиль теряет на газу. Но в силу того, что был переходный момент, весна наступала, у меня не было летней резины, мы этот вопрос чуть подвинули. Поэтому эта серия будет пятая. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали, потому что там мы все сделаем наглядно с приведением цифр. Очень часто пишут из серии, ну ты вот на газу ездишь, потеря же мощности все равно какая-то есть, а бензин, а что будет есть, ты, например, едешь на газу и вдруг у тебя кончится газ. Объясняю простыми словами. Вот она идет кнопочка, которая нам сигнализирует о том, что сейчас автомобиль работает на газу. То есть утром я выхожу, сажусь, запускаю двигатель, он запускается на бензине. Прогревается и после системы автоматически начинает подавать газ. Вот когда зелененькое горит, значит все, мы едем на газу. Ездишь имитирует ситуацию, что мы сейчас едем, допустим, по трассе 160 километров, и вдруг газ кончился. Что произойдет? Будет писк. И вот он будет повторяться, он будет пип-пип-пип-пип. Это будет говорить о том, что все, газ кончился, и моментально все перестраивается само собой, и идет подача бензина. Максимум, что мы можем почувствовать, это какую-то секундную такую задержку, там провал по обороту, все, никаких ошибок, ничего не вылетает, дальше мы едем на бензине. Все это происходит вот так вот. Если я еду по городу, толкаюсь в пробке, зачем мне 249 сил? Я еду, экономлю на газу. Ну вдруг я вышел вечером, захотел покататься, все, что мне нужно, подчеркиваю, нажать на кнопочку, вот сейчас загорится красный, все, вот обороты скаканули, все, пошел бензин, и теперь я могу ехать, как говорится, на все деньги. Поэтому переход происходит для вас вообще незаметным, и когда вы поставите, допустим, газ, через один-два дня вы поймете, как это все работает, но это максимально элементарно. Поэтому не надо задавать вопросы. Хочешь погоняться, перешел на бензин, хочешь экономить, едешь на газу, все. Мы с вами перемещаемся во времени. Мы сейчас находимся в Московской области, на территории полигона Мади. Сюда мы приехали для того, чтобы познакомиться с одним очень интересным и грамотным человеком, который большую часть своей жизни работает с газобаллонным оборудованием. Друзья, пойдемте, я вас с ним сейчас познакомлю, и мы ему зададим самые горячие вопросы из комментариев. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Очень приятно с вами познакомиться. Мы с вами хотим пообщаться на тему ГБО. Мы снимаем видеоролики, показываем людям про газобаллонное оборудование. Сейчас в силу того, что интернет развивается, появляются в сети видео, где какая-нибудь старенькая газель, взорвалась, какая-нибудь еще машина старенькая взорвалась. Вы можете дать ответ, действительно ли ГБО это опасно, действительно ли газ в багажнике это потенциальная бомба. Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию, развейте мифы или подтвердите их. Что я хочу сказать. Действительно, такие случаи бывают. Разрывы баллонов, когда баллон не выдерживает внутреннего давления. И мне приходилось участвовать и в технических экспертизах по этим случаям. Это вызвано грубейшими нарушениями техники безопасности, установкой устаревшей арматуры, которая уже несовременная, потому что за последние десятилетия газовая арматура следуя этим несчастным случаям, совершенствовалась. И сегодня современная арматура исключает эти случаи, которые мы наблюдали раньше. Если сегодня это случается, это в основном связано с тем, что применяется еще какая-то запрещенная к эксплуатации арматура, которая не позволяет выйти газу из баллонов в случае пропания, расширения жидкой фазы, если мы, что запрещено, заправили баллон полностью, а такое случается, если подогнуть поплавок на максимальное, и в баллоне нет специального клапана, я вот с этим сталкивался, когда нет клапана для сброса давления, то да, может произойти от меня разрыв баллона. Но это выпивающее нарушение уже всех технических регламентов, которые сегодня предусмотрены. То же самое и картина наблюдается и с метаном. А если у нас стоит вот это оборудование, которое, если нужно, сбросит давление газа, и если, не дай бог, какой-то пожар, не вызванный газом, а вызван там замыканием проводки или обрывом каких-то масляных шлангов, и эта жидкость попадает на горячий двигатель, будет пожар, да, там срабатывают специальные клапаны подавления, которые сбросят лишний газ, и не будет взрыва. То есть я правильно понимаю, что если происходит какой-то взрыв, это в первую очередь из ваших слов, это человеческий фактор, что человек не следил, не досмотрел, либо еще что-то может быть, ну, абстрактно, если сказать. И второй момент, что это оборудование, скорее всего, было старое, так как на новых оборудованиях, по идее, предусмотрены все возможные техники безопасности. Ну да, в общем-то так можно заключить, да. А вот можете рассказать, вот не было у вас в жизни такой ситуации, например, или вы не встречались, вот очень часто говорят, вот будешь стоять на светофоре, не дай бог тебе в заднюю часть автомобиля прилетит КамАЗ, а у тебя там пропан или метан, то это все, ты сразу пойдешь навстречу на небеса, скажем так. Ну вот работая техническим консультантом на одной фирме, я видел, как приезжают эти автомобили, которые побывали в ДТП, ну, от этого никто не застрахован, конечно, так сказать, от такой ситуации, и невольно повреждался баллон, вот, но предохранительные устройства, которые стоят на баллоне, так называемые скоростные клапана, они давали отсечку, предотвращая образование пожара, вот, а сам баллон, например, пропановый или метановый, они настолько прочные, что вот эти, так сказать, воздействия, вызванные при столкновении, они выдерживают, вот. То есть быстрее машина, условно, погнется вся, но баллон, он погнется, но он не лопнет. Он, 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 он деформируется несколько, да, но не лопнет. Конечно, такой баллон уже нельзя потом в эксплуатации. Друзья, мы с вами перемещаемся в город Долгопрудный, Московская область. Приехал я сюда на ком, а? Jeep Grand Cherokee, 3,6 объем, кстати, на него тоже можно запросто поставить газ. Но не об этом речь. Приехали мы сюда, чтобы пообщаться с одним очень интересным человеком, техническим директором группы компании «Италгаз». Он нам ответит на ряд важных вопросов. Пойдемте к нему, познакомимся и пообщаемся. Знакомьтесь, Алексей Банковский, технический директор группы компании «Италгаз», которая занимается продажей и установкой газобаллонного оборудования по всей России и странам СНГ. Алексей, здравствуйте. Очень приятно, что согласились ответить на ряд вопросов. Смотрите, мы катаемся, собираем информацию, пишем ее из комментариев. Вот очень частый вопрос касаемо установки газобаллонного оборудования на автомобиле с турбомоторами. Можете прояснить ситуацию? Некоторые говорят, на одни машины встает, на другие машины не встает. Вот вы в этом направлении работаете. Дайте, пожалуйста, правильный ответ на этот вопрос. Если мы говорим о классическом турбомоторе, то есть это обычный бензиновый двигатель, который затурбировали, например, с Subaru с оппозитником турбовое, или с Volvo пятицилиндровые двигатели с турбиной, есть такие четырехцилиндровые. Обычный двигатель с обычным распределенным впрыском бензиновым, на котором стоит турбина. Или какие-то Range Rover, Super Charge и так далее. Есть такие машины американцев тоже турбовые. На такой двигатель бензиновый, точно так же, как и на обычный бензиновый двигатель, без проблем ставится газовое оборудование. Есть некие тонкости в настройке, но не более чем тонкости в настройке. Это связано с тем, что турбина наддувает воздух, и надо соответствующим образом менять карту подачи газа в режимах наддува. Но это все регулируется и отлично работает. То есть все встает. А если этот мотор, например, дизельный, тоже может встать? Стратегия переоборудования дизельных моторов, равно как и стратегия переоборудования современных моторов TSA, FSA, это группа Volkswagen прежде всего. Сейчас и Toyota аналогичные, и ваши такие появляются. Ваши. Тонкий такой момент, но на самом деле они не наши. Так. Ну хорошо, не ваши? Нет, ну просто, я думаю, ребята поймут. Дизельный двигатель или бензиновый двигатель с системой FSA, это прямой впрыск бензина в цилиндре, или турбированный такой же двигатель. Совершенно другая стратегия перевода, совершенно другая стратегия переоборудования, другая цена оборудования, другой уровень, совершенно другой уровень настройки, и совершенно другие экономические показатели. Если вы на обычный турбовый двигатель, равно как и на обычный автомобиль, ставите оборудование, оно не сильно дороже. То есть на обычный бензиновый двигатель турбовый не сильно дороже, чем на нетурбовый двигатель. Поставили, работает, поехали, экономика очевидная, там я не знаю сколько, 30 тысяч километров, получили деньги назад, ездите счастливо. Если мы говорим о FSA-ных движках, T-FSA-ных, само оборудование дорогое, плюс из-за специфики подачи топлива мы не можем полностью отключить бензин. 30% бензина все равно будет проливаться в двигатель, соответственно экономический эффект снижается. По настройкам, тонкости огромное количество, надо уметь настраивать, установочный центр должен обладать огромным комплексом диагностического оборудования. на коленке такие системы не ставятся. Как следствие этого выше цена, срок окупаемости гораздо выше, плюс дизельный двигатель и FSA-ный двигатель однозначно по расходу топлива гораздо более экономичный, то есть расход топлива меньше. Результатом этого является то, что оборудование-то поставить можно, но а сложно, б дорого, ц экономический эффект этой работы непонятен, и D практически нет квалифицированных установочных центров, которые это могут сделать. Друзья, мне кажется, вот это объективный ответ на самом деле. Вот человек, да, казалось бы, я ожидал, что он скажет, да, ребята, ставьте, делайте, нет, пожалуйста, это то же самое, о чем мы и говорим. Когда 1,4 и так ты экономишь, ну куда тебе этот газ? Если ты покупаешь бэушную машину с большим мотором, который много жрет, ну правильно я понимаю, то, что тогда есть смысл ставить. Вот вам простой ответ, на турбовый мотор поставить можно, без всяких проблем, и правильная система подачи топлива, без заморочек, тогда все будет работать. Частый комментарий, частый вопрос, газ это невыгодно, вот раньше, когда он стоил 8 рублей, 10 рублей, 12 рублей, вот тогда было да, но то, что и тогда бензин был дешевле, об этом люди почему-то забывают. Друзья, давайте обо всем по порядку и кратенько. V6 249 лошадиных сил бензин, у автомобиля нету катализатора, это важно, потому что это сказывается на расход топлива. У меня стоит итальянское оборудование, OMVL New Dream. Люди, которые мне это устанавливали, сделали бесплатно. Цена вопроса с установкой 58 тысяч рублей. Это Италия, те, кто разбираются в газе, знают, что Италия лидирует в этом направлении. По моим предварительным расчетам, с моим пробегом за год, я сэкономлю примерно 80-90 тысяч рублей. Но в любом случае, это будет отдельная тема, и я вам расскажу. Вот смотрите, сегодня, середина апреля, я заправляюсь газом по цене 21 рубль 50 копеек. Вот вам чек, он от середины марта, но тем не менее, ценник сейчас 21.20. Вот цена. 21.50. Бензин сейчас по Москве и Московской области стоит в среднем 47 рублей. Есть места, где он 46, есть места, где он уже 49 рублей. Я не смотрю телевизор, но я читаю новости. Я прекрасно вижу, как правительство и нефтяники договорились о том, что до лета они будут сдерживать цены на бензин. Но нам уже всем с вами понятно, что в 2019 году ценник на бензин перешагнет отметку в 50 рублей. А здесь простая математика. Средний расход топлива на бензине 12 литров. Я умножаю на 47 рублей, 564 рубля, чтобы проехать 100 километров в среднем на бензине. На газу расход будет больше. 14 литров в среднем. 14 я умножаю на 21.50. Итого 301 рубль. Минус 564. 263 рубля я экономлю с каждой сотней километров. 263 я умножаю на 6. Итого с бака я примерно сэкономлю 1578 рублей. Это в среднем. Если выехать на трассу, естественно, расход упадет. Если толкаться только в пробках, расход тоже вырастет. Но вы должны понимать, что пока что вот такая разница по бензину есть, что он условно стоит 50 рублей, а газ стоит практически 20 рублей, потому что ценник продолжает падать. Вот 30 рублей смысл ставить есть. Как только будет такое, что бензин стоит 50 рублей, а газ стоит 40 рублей, смысла вообще никакого в нем не будет. Но пока эта разница присутствует на наш день, то я экономлю. А что будет дальше? Понятное дело, что одни говорят, ага, пошла поддержка от правительства, на метан сейчас всех перегоняют, потом будет то же самое, что с солярой. Я не могу здесь ничего сказать, покажет время. Но в любом случае, что на сегодняшний день мы, кто ездим на газу, экономим. Любимый момент моих акционеров в том, что когда-то я смеялся над этим, а сегодня я владею таким звуком сам. Игорь Владимирович, а вот еще такой вопрос. Вот очень часто пишут в комментариях, газ сушит клапана. Вот вы ставите себе на автомобиль ГБО, и все, потом двигатель может прийти неисправность, ресурс уменьшается. Можете, как вот эксперты, человек, который понимает в этом, дать оценку этим комментариям, и как на самом деле происходит? Ну, действительно, я неоднократно слышал такие высказывания. Тоже, да, читали комментарии? Да, и не только читал, и устно мне задают такие вопросы. И студенты даже, когда я читаю лекции, потому что у нас и студенты на газе ездят некоторые. Извините, потому что перебью. А часто вообще на самом деле вам такой вопрос задают? Достаточно часто, да. Ну, что можно ответить, опираясь на свой многолетний опыт? Вообще-то, работа на газе увеличивает даже ресурс. Вот. И много-много примеров, показывающих, что автомобиль, ресурс автомобиля, который работает на газовом топливе, по крайней мере, не меньше, чем работы на бензине или дизельном топливе. Но вместе с тем, если нарушаются какие-то правила эксплуатации, сейчас я о них расскажу, какие-то условия, это создаёт предпосылки для повышенного износа, например, да, могут прогореть клапана и даже бывают те случаи, что и днище поршня, например, может прогорать. В основном, это связано с тем, что нарушается смесь образования. Мы знаем, что в камеру сгорания должно поступать определённое количество топлива и воздуха, да, смесь должна быть стихиметрическая, вот, если двигатель запроектирован, может быть, на бедная смесь, да, вот, но настройки, которые заложены в программе, они могут изменяться по ряду причин, могут изменяться какие-то показатели датчиков в связи с нарушением работы этих датчиков. Загорается лапочка чек-энженер, да, и водитель иногда не обращает просто на это внимание, так, а он уже работает, так сказать, в зоне риска возникновения отказа. И сочетание вот этих вот факторов, да, может привести к таким вот явлениям, о которых говорят. Кстати, я хочу ещё сказать про каталитические нейтрализаторы, которые тоже, если у нас неправильная смесь образования, они могут разрушиться, рассыпаться, и пыль от этого каталитического нейтрализатора может попасть на зеркало-цилиндре и тоже вызвать повышенный износ. Но если у нас, повторяю, мы контролируем через программу, через топливную карту, значит, смесь изобразования, причём на всех режимах, так, то, в общем-то, таких и таких явлений не происходит. То есть, я правильно понял, что сушение клапанов это не беспочвенное обсуждение, но это происходит, опять-таки, следствие того, что люди небрежно относятся к автомобилю, не следят за газом баллонного оборудования, по сути, то же самое может происходить и просто, если ты даже не на газу ездишь, а на бензине, либо на бензине. Ну, вы знаете, на бензине у нас тоже бывает прогорание клапанов, тоже, такое явление тоже встречается. Потом есть двигатели, у которых клапана, не забывайте, регулируется. Да, у нас в основном сегодня применяются гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор, вот так, но есть автомобили, в которых нужно производить регулировки, вот, об этом забывают, не вовремя выполняют. Еще хочу сказать, что тот же самый гидрокомпенсатор, он очень сильно чувствителен к качеству масла. Вот, если мы запаздываем со сменой масла, моторного масла, так, то, в первую очередь, это ощущает, может, именно гидрокомпенсатор, который не сработает с точки зрения теплового зазора. Не менее частый вопрос, это вонь. От машины с газом воняет носками, фу, да как можно за вами ездить в пробки, вы вонючие. Друзья, здесь, на самом деле, все просто. Есть два момента. Первый, это, как в моем случае, у меня отсутствует катализатор, как я уже неоднократно говорил, но это важно, потому что катализатор это простыми словами фильтр, и он как раз таки способствует тому, чтобы меньше было запаха и для экологии борьба идет, скажем так. За счет того, что у меня нету, да, когда сидишь возле автомобиля, чувствуется запах газа, но то же самое будет, если я сейчас перейду в режим бензина, тоже будет чувствоваться запах бензина. Катализатор удалил и перешил под Евро 2 один из владельцев автомобиля. Напоминаю, что я третий владелец этого автомобиля, поэтому запах присутствует, но сидя внутри автомобиля, когда вы едете, у меня ничем не пахнет. Максимум, что может быть, это если я вдруг открыл окно, сдавал задом и как-то его зацепил. То же самое бывает и с дизелем. Вот я обращаю внимание, когда тестируем автомобиль, катаешься на дизеле, задом сдаешь, приоткрыл окошко, запах попадает. Если бы стоял катализатор, никакого запаха бы здесь не было 100%. И второй момент, это когда мы идем по городу, стоит какая-нибудь старенькая газелечка, заглушенная. Проходя мимо нее, уже чувствуется запах газа. Как я вам уже говорил, сам по себе газ запаха не имеет. Это добавляется специальная примесь в него, чтобы мы чувствовали вот этот характерный запах и понимали, что происходит утечка, вызывали аварийные службы и так далее. Все это сделано для безопасности. Друзья, на таких газелях, как правило, стоит очень старое оборудование, второе поколение, и кто-то там за ним ухаживает, обслуживает, это вряд ли. Потому что машины зачастую полусгнившие, ценник автомобилем вообще там мизерные. Поэтому их покупают чисто, чтобы вот завел, поехал и все. О безопасности, о правильной работе, об обслуживании никто не думает. Поэтому, когда вы видите такой автомобиль, от него нужно бежать подальше. Когда стоит нормальное оборудование, никакой утечки быть не может. А если она и произойдет, система автоматически сработает. Поэтому применять вот эту мысль о том, что я видел в пробке, там какая-то Волга старая ехала, от нее воняло газом, поэтому ото всех автомобилей будет вонять газом, не стоит. Огромное количество таксистов ездит на газу. Вы передвигаетесь по Москве, вы этого даже не замечаете. Я зачастую сам езжу с людьми, подхожу к машине, не пахнет ничем, едем, спрашиваю на газу, да, на газу. Поэтому здесь два момента. Первое, отсутствие катализатора, и второе, это утечка и старое оборудование. Все. При нормальном оборудовании никакого запаха не будет. Следующий вопрос будет связан с гарантией. Вот смотрите, мы передвигались с вашим коллегой, решили просто позвонить в Hyundai и говорим, мы хотим купить Hyundai Solaris для работы в такси, плюс поставим на него ГБО. Что будет? На удивление, друзья, попался очень адекватный менеджер, который реально все разжевал. И он нам ответил следующее. Если вы ставите на наш автомобиль ГБО, хотя они как бы не рекомендуют этого делать, купили машину, все, катайтесь на том, что мы сделали. Но, если вы ставите ГБО, и вдруг что-то случится, то нужно будет в первую очередь сделать экспертизу и выявить, вследствие чего произошла поломка, допустим, двигателя. Если это связано с ГБО, тогда все вопросы к установщикам. Если эта поломка связана по нашей вине, то есть никак не имеет отношения к ГБО, тогда мы, естественно, берем на себя обязательства. То есть они в гарантии не отказывают. А вот поясните вы, как вот происходит этот момент. Допустим, я к вам приехал, купил Солярис, поставил, проходит год, сломался мотор. Что мне нужно делать? Как правильно поступать в этой ситуации? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вы получили очень достойный и честный ответ. Мало кто подобным образом отвечает, но я бы сказал так, что возможно это связано с тем, что рынок меняется, да, то есть спрос на газотопливные системы большой, спрос на переоборудование большой, в связи с этим дилеры, дистрибьюторы вынуждены на это реагировать. Совершенно правильно сказали, что установка газобаллонного оборудования, особенно, если мы говорим о установке сертифицированного оборудования, это однозначно совершенно, да, что оно никаким образом не противоречит гарантийным обязательствам, которые берет на себя производитель в лице дилера или дистрибьютора или сервисного центра. Поэтому, если клиент, который установил газовое оборудование, приезжает на сервис, и ему говорят, что пипец, братан, ты попал, ты установил газобаллонку, у тебя кончилась гарантия, все. Ему достаточно очень вежливо спросить мастера-приемщика о официальном письме и задать ему вопрос. Это мастер-приемщик выражает свою личную волю, волю технического директора центра или волю дистрибьютора в России. И вот эту волю написать на письме, изложить в письменном виде. Но обычно это локализуется на уровне именно мастера-приемщика. Никогда вам не напишут бумагу об отказе в гарантийном обслуживании и в принципе в обслуживании автомобиля. И если происходит такая ситуация, что выходит из строя узел и дилер, дилерский центр сервисный отказывает в гарантийном ремонте. Следующим шагом будет проведение экспертизы. И, как правило, в гарантийных талонах очень четко у всех прописано, что компания, там, Hyundai, Toyota, Nissan не несет ответственности за неисправности, вызванные установкой газобаллонного оборудования. Совершенно четкая, правильная формулировка. Не несет ответственности за неисправности, вызванные установкой. Но установка газобаллонного оборудования не является безусловным ключом. Установил оборудование, все, нет у тебя гарантии. Нет такого. Если неисправность вызвана этим, соответственно, это не является проблемой компании. Что дальше? Вызвана или не вызвана, показывает экспертиза. На экспертизу необходимо пригласить, обязательно пригласить представителя компании, которая устанавливала газобаллонное оборудование. Переговорить с ними, что так и так. Но обязательно их надо уведомить о том, что подобная процедура запущена и пригласить представителя для участия в экспертизе. С юридической точки зрения, естественно, лучше это сделать официальным письмом, можно его отправить по почте, а лучше принести самостоятельно и отдать его под подпись. Прошла экспертиза, выявили в экспертизе, что, например, стуканул следствие установки ГБО. Кто будет оплачивать мой мотор? мотор? Давайте прямо говорите, вы будете оплачивать мой мотор? То есть, допустим, мне скажут ремонт 350 тысяч. Я скажу, ребят, вот вам счет, оплачивайте. Как это быстро произойдет? Или что будет? конечно, не хочется платить 350 тысяч. Вот, вот, вот это вот честно, не хочется. Никому не хочется. А просто смотрите, вот друзья, мы делаем все по-честному, вы сами прекрасно видите. Вопрос в следующем, понятно делать, экспертиза-то все затянется. То есть, когда приезжаешь на установку, все говорят, гарантия есть, все есть, все хорошо. Допустим, экспертиза какой-нибудь Hyundai или Toyota, они скажут, слава богу, иди, мальчик, дальше. Я приду к вам, и вот тут начнете юлить вы. Я не говорю конкретно, что вы конкретно, а вот по стране, у нас же много сервисов. Естественно, если клиент обратился в авторизованный, конечный потребитель, я имею в виду, владелец газовой оборудования, обратился в авторизованный сервисный центр, большой сервисный центр, да, с множеством постов, с нормальным офисом, так далее, и тому подобное. Как правило, обороты такого сервиса позволяют, хоть и с трудом, принять на себя эту ответственность. Плюс некоторые сервисы перестраховывают свою ответственность в страховых компаниях. Рано или поздно это покроется. Но если вы обратились к гаражному оперативу «Березка», да, где совокупная стоимость гаража, автомобиля, установщика и инструментов, которые у него есть, меньше этих 350 тысяч, ему лучше за соседний угол убежать. Поэтому вот эту ситуацию мы, в принципе, если вы обратились в такой центр, сэкономили вы 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей, поставили оборудование «Нонейм» или «Мэйд ин Чайна», это ваши проблемы. То есть, правильно понимаешь, что здесь, по большому счету, все на «Мой страх и риск». То есть, вот я установил, если сервис адекватный с деньгами, скажем так, и было вызвано, что это именно по их вине, тогда есть вариант, что они меня отремонтируют. Да. Тут получается еще одна интересная вещь, на которую стоит обратить внимание. Нормальный сервис обладает нормальным персоналом, использует нормальные материалы, нормальные компоненты, и калибровщики этого сервиса работают на высоком уровне. Вероятность выхода двигателя из строя после установки на такого сервиса стремится к нулю. В общем, здесь можно сделать простой вывод, что нужно все-таки выбирать действительно проверенные сервисы по установке, и тогда вопросов у вас будет гораздо меньше, если вдруг что-то случится. Еще один интересный вопрос прячется в багажнике. Как вы знаете, я себе поставил баллон вместо запаски, потому что это действительно удобно. Открываем, у нас полноценный багажник, при этом у нас спрятан баллон вместо запаски. Вот так это выглядит. Покажи, пожалуйста, еще раз. В общем, казалось бы, колесо, да нет, баллон. Он на 53 литра, сюда заходит 43 литра. Вот это 10 литров разницы это сделано для безопасности. И очень частый вопрос от людей, а как же ты будешь ездить-то без запаски? Друзья, ну давайте я вам маленько расскажу. Значит, у меня на сегодняшний день стаж практически 10 лет. Я за эти 10 лет проехал на автомобилях уже больше 350 тысяч километров. Я подсчитал специально для этого сюжета. За эти 10 лет и 350 тысяч км мне ни разу запаска не пригодилась. Все проколы, которые у меня были, саморез, либо еще что-то, это было не так критично и не так страшно. Проколол, через день-два заехал, поменял, отремонтировал колесо. Все. Каких-то сильных, жутких там порезов у меня никогда не случалось. Более того, я передвигаюсь в Москва, Московская область. По Москве, я думаю, даже обсуждать смысла нету, какие-то там проблемы с шиномонтажем на дороге. На каждом углу практически есть автосервис. Всегда можно позвонить к вам, приедет прям на месте, вам все поменяет, если вдруг это будет необходимо. Это раз. Если же по трассе я еду, там тоже регулярно есть и техподдержка на дороге. Если я поеду на дальнее расстояние, я просто беру запасочку, кладу и еду. Все. Ничего страшного здесь нету. Более того, многие автомобили сегодня передвигаются на резине с технологией Run Flat, где и вовсе там проколол можно ехать дальше, ничего страшного не случится. А рассматривать вариант, что, а вот если ты его порежешь, давай тогда рассмотрим вариант такой, а если вы порежете два колеса, запаска-то одна, что вы будете делать? А если три? То есть вы понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что вот эти случайности, да, что-то может произойти, но мы катаемся по асфальту, я слежу за дорогой и куда-то там не наезжаю специально. Иногда говорят, да какой газ там, это уже вчерашний день, мол, электроавтомобили есть на батарейках. Как вот вы считаете вообще вот в этой теме, может ли в нашей стране полноценно существовать автомобиль только на электричестве? Вот в Западной Европе уже планируют запреп дизельных автомобилей. Да, это уже началось. Вот, это уже началось. И, как никто другой, именно газовое топливо на определенных видах подвижного состава способно сделать эту замену. Это какие-то автобусы, это большегрузные фуры, автомобили, где электропривод еще, на мой взгляд, не полностью готов к замещению, потому что это автомобиль с большой мощностью, это должна быть очень большая секция аккумуляторов на батарее. Мне надо забывать о том, что в них очень длительный заряд, время заряда, если у вас ускоренный заряд, то изнашивается, значит, то есть это много технических проблем сегодня у электромобилей, хотя, конечно же, они развиваются и должны развиваться, но у газа остается при наступлении электромобилей остаются сектора видов перевозок, которые сегодня гораздо дешевле и проще именно с экологической точки зрения закрывать природным газом, сжижным природным газом, компромерным природным газом, ну и также пропан-бутаном, нашим очень популярным видом топлива. Спасибо большое, Юрий Владимирович, прямо на одном дыхании все вы рассказали, слушал, как фильм посмотрел маленький, документальный. Друзья, я надеюсь, вам это было полезно и интересно. Человек опытный, человек взрослый, человек знает, о чем говорит. Спасибо вам большое. Спасибо. И заключительный вопрос вам, это срок службы газобаллонного оборудования, его ресурс. Купил я машину, поставил ГБО, сколько она у меня проживет? Год, два, сто тысяч, двести тысяч. Поясните эту ситуацию. Ну, сейчас тренд такой, что большинство дистрибьюторов газового оборудования в России дает гарантию на свои компоненты как минимум два года или условно говоря сто тысяч километров пробега. Что об этом говорить? Электроника, нормально работающая электроника, то есть блок управления, он вечный, его срок службы сопоставим со сроком службы автомобильной электроники. Проводка, то же самое. Высококачественная проводка, все это будет работать. Железо, банальная железяка, редуктор, он не ломается, железу ломаться нечему. Но внутри редуктора находятся мембраны, находятся резинотехнические изделия, которые банально подлежат износу. Если проводить аналогию с автомобилем, это те же самые тормозные колодки, которые изнашиваются. Расходник. Расходник. Этот расходник подлежит замене в рамках планового ТО. И, как правило, в карте технического обслуживания по газовому оборудованию записано, когда надо приехать на сервисный центр, и вам переберут редуктор, заменив резинотехнические изделия внутри. Правило, это замена ремкомплекта редуктора, замена ремкомплекта рампы. Это замена тех изделий, которые подлежат естественному износу и которые менять необходимо. И все. Все остальное вечное. Железяки вечные. Если что-то выходит в редукторе, а что здесь может быть? Здесь может быть микротрещина корпуса. Поверьте, мы с таким встречаемся раз в 10 лет на одном редукторе. То есть, вот эта железка сама по себе, она будет работать. И точно так же здесь. Поехали в дальний пробег, заплатили за собственное спокойствие. Хотите, чтобы автомобиль работал на газу нормально. Платите за техническое обслуживание. Ну, здесь я с вами полностью согласен. То есть, даже хочу подводочку такую легкую сделать, что, друзья, техника есть техника. Не нужно думать, что на 2019 год пришло время, когда ты купил, поставил и забыл. В любом случае, все нужно осматривать, за всем нужно следить, все нужно обслуживать. В такой ситуации, верно? Ничего, если что-то и может случиться, ты это увидишь заранее. Компоненты изменились. Компоненты изменились. Качество, качество производства по сравнению с тем, что было там 10 лет, 10-20 лет назад, изменилось очень сильно. Набираются опыта производители, пытаются что-то оптимизировать. Но никто еще не создал вечный двигатель, и в плане газового оборудования тоже никто, не отменил, собственно, своевременное обслуживание. Алексей, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. На самом деле, было интересно. Я надеюсь, нашим ребятам будет полезно узнать что-то новенькое от вас. Спасибо. Я тоже надеюсь. Пожалуйста. Вот такая у нас получилась серия. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, вы досмотрели ее до конца, и теперь вы услышали еще раз ответы на самые часто задаваемые вопросы. Никто вас не принуждает и не призывает к тому, что все бросайте, идите, переходите на газ. Задача этого проекта просто вам рассказать, как это все работает, как это все устроено. Хотите вы перейти на газ? Пожалуйста. Я вам оставлю ссылки в описании. Можете ознакомиться, посмотреть, где это можно сделать. Не хотите, не надо, не переходите вниз. Я знаю, что на сегодняшний день большинство все равно продолжает передвигаться именно на бензине. впереди у нас будут замеры и будут заезды, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти серии. Обязательно подпишитесь на инстаграм нашего канала, потому что там всегда выходят только анонсы, и вы заранее можете дать свой совет, что-то спросить, и, возможно, в ваш комментарий мы затронем в сюжете. У меня на этом пока что все. Высказывайте ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok